Сеженье глядит в полуночь, и вожен рабе Божий, обрящих дяща. Историк Евгений Викторович Анисимов считает, что XVIII век в России можно справедливо назвать веком женщин. Действительно, после смерти Петра Великого в 1725 году и до конца столетия, Россия почти непрерывно правили женщины, сменяя одна другую на императорском троне. О ком-то из них мы уже рассказывали, о ком-то разговор впереди, но обо всех этих российских императрицах можно сказать одно. Они были не только властительницами огромной страны. Все они, как ни странно, оказались к тому же жертвами судьбы, жертвами тех самых волшебных, случайных, заурядных, роковых обстоятельств, благодаря которым они и запомнились в истории. В книге «Женщина на российском престоле» Анисимов пишет, их жизни были исковерканы государственной машиной, потому что все они, вольно или невольно, подчинялись безжалостным законам борьбы за власть. Поистине, каждая из этих женщин дорого заплатила за свое место на российском престоле и заплатила не только политическую цену. Императрицы приносили в жертву идола власти свои мечты о любви и обыкновенном женском счастье, миру и уют семейной жизни, радости материнства, уверенности покой. Но все это было не только их личной трагедией. Их судьбы с печальной неизбежностью переплетались с судьбой России. И на сегодняшнем уроке мы обратимся к истории царствования одной из этих императриц. Сегодняшний наш разговор о русской императрице Елизавете Петровне. Она родилась 18 декабря 1709 года в селе Коломенском под Москвой. Ее родителями были Петр Первый и бывшая лифлянская крестьянка Екатерина Алексеевна, которая станет императрицей Екатериной Первой. Елизавета Петровна получила такое образование, которое было необходимо для того, чтобы выйти замуж. То есть, ее учили иностранным языкам, придворному, этикету и танцам. Большего не требовалось. Причем был проект выдать ее замуж за французского короля Людовика XV. Но во всяком случае, она должна была выйти за какого-то принца или короля за границу. Для этого она свободно овладела французскими и немецкими языками, понимала итальянские, шведские и даже финские языки. Правда, писала с орфографическими ошибками. Современники отмечали ее излишнюю полноту. Однако при этом она была пропорционально сложена, хороша собой, имела замечательное здоровье, ездила верхом, грациозно танцевала, просто блистала на баллах, была веселой, вежливой, влюбчивой девушкой. Когда в 1727 году умирала Екатерина I, то некоторые влиятельные сподвижники Петра I уговаривали императрицу написать завещание о передаче престола именно Елизавете Петровне. Однако Менщиков, который реально управлял тогда страной, настоял на передаче престола 11-летнему Петру II, внуку Петра I. Устанавливалось регенство, в числе регентов была и Елизавета Петровна. Причем вот в этом завещании говорилось и о том, что Елизавета Петровна должна выйти замуж за князя и епископа Любекского Карла. И Карл приехал в Россию, понравился Елизавете Петровне. И если бы этот брак состоялся, то, очевидно, она не стала бы уже русской императрицей. Но Карл заболел оспой и умер. Между тем, юный император Петр II, на 6 лет он был моложе своей тети Елизаветы Петровны, влюбился в тетю, которая была душой веселой компании, в которую входил. И сам император ходили даже, так сказать, слухи о том, что возможен брак. Однако в 1728 году Елизавета Петровна и еще одна дама и молодой коммергер отправились пешком недалеко на Богомолье. И все бы ничего, такое происходило многократно, но вернулись они через месяц. Это очень не понравилось Петру II. Он стал демонстрировать недовольство своей тете Елизаветы. Но недовольство это ни во что не вылилось тоже, поскольку 19 января 1730 года Петр II неожиданно скончался от оспы, не оставив ни наследника, ни завещания. И вот тут следует снова сказать о завещании Екатерины I. В этом завещании не только говорилось о передаче престола Петру II, но говорилось о том, что в случае смерти Петра II престол должен перейти Анне Петровне, старшей сестре Елизаветы Петровны, ее детям. Но Анна Петровна отреклась от прав на престол за себя и за детей. И дальше вот в этом завещании Екатерины I говорилось о том, что в подобном случае престол должен перейти именно к Елизавете Петровне. То есть в 1730 году, если следовать из завещания Екатерины I, престол должен был перейти к Елизавете Петровне. Но Верховный Тайный Совет, который в тот момент реально управлял Россией и пытался даже ограничить самодержавие в свою пользу, вот этот Верховный Тайный Совет заявил, что Елизавета Петровна незаконнорожденная, поскольку родилась до заключения брака между Петром I и Екатериной Алексеевной. И это несмотря на то, что Петр Великий признавал Елизавету законной дочкой. Верховный Тайный Совет передал престол Анне Иоанновне. Причем Анна Иоанновна чувствовала в Елизавете Петровне потенциальную угрозу. Это были очень разные люди по своим характерам и образу жизни. Анна Иоанновна всячески притесняла дочку Петра и в конце концов даже хотела подстричь Елизавету Петровну насильно в монахине, но за Елизавету Петровну вдруг вступил Собирон. И вот в такой момент Елизавета Петровна начинает ежедневно ходить на богослужения, читать богословские книги. Думаю, что это был именно тот переломный момент, который углубил ее веру. И сохранилось очень много воспоминаний, свидетельств о том, что Елизавета Петровна была глубоко и искренне верующей женщиной. В 1740 году императрица Анна Иоанновна умерла и передала престол своему четырехмесячному внучатому племяннику Иоанну Антоновичу. Юридически она имела право передать престол, но встал вопрос, а кто такой Иоанн Антонович? Какой-то внучатый племянник, которому младенцу отдано предпочтение перед самой дочкой Петра Великого и Екатерины Первой. Причем мама Иоанна Антоновича, Анна Леопольдовна, хорошо относилась к Елизавете Петровне. Но кто она? И кто Елизавета Петровна? К тому же отец Иоанна Антоновича немец, который остался в протестантизме. Между тем Елизавета Петровна воспринималась как русская, хотя мама ее русской не была. И она была православной. И так люди, офицеры, солдаты воспринимали и противопоставляли так Антону Ульриху и его сыну Иоанну Антоновичу. Причем Елизавета Петровна очень просто, доступно, держалась. Могла подойти к окну и при всех затянуть какую-то грустную женскую песню. А в Петербурге она поселилась на одной улице с гвардейцами. Ну, имела основание, ее отец создал гвардию, она поселилась рядом, заходила к гвардейцам, крестила детей у офицеров, угощала, заступалась, если кто-то проштрафится. Участвовала в пирушках у гвардейцев, могла сама прокинуть чарку. Словом, приобрела огромный авторитет у гвардии. Одноременно Елизавета Петровна приняла большую сумму денег от французов и от шведов. Правда, отказалась дать расписку, говоря, что, ну вот, а если эту расписку обнаружат, то может быть обвинение в государственной измене. Шведы дали деньги, потому что рассчитывали, что Елизавета Петровна, если станет императрицей, то вернет завоеванные у шведов земли. Когда Елизавета Петровна станет императрицей, она вернет деньги, а территорию не вернет, то есть обыграет и шведов, и французов. А в 1741 году произошел любопытный, такой тоже переломный инцидент. В Россию приехало персидское посольство просить руки Елизаветы Петровны для персидского шаха с очень богатыми подарками. То есть шла слава о красоте Елизаветы Петровны и по Европе, и по Азии. И во многом правящий страной в то время Астерман запретил свидание Елизаветы Петровны с послом персидского шаха. А, конечно, Елизавета Петровна православная не хотела в гарем к мусульманину шаху, но ее очень задело происшедшее. Она вот даже сказала такие слова. Астерман забывает, кто я и кто он, забывает, чем он обязан моему отцу, который из песцов сделал его тем, чем он теперь. Но я никогда не забуду, что получил от Бога, на что имею право по моему происхождению. Вот такие слова. Нажила врага очень влиятельного, но одновременно это была заявка. Заявка на борьбу за власть. И целый ряд очень высоких людей в руководстве России, в том числе канцлер, генерал-прокурор Сената, начальник тайной канцелярии, стали приглядываться вот к этой Елизавете Петровне, когда выяснилось, что она не только танцует и веселится, но и имеет виды на власть. Причем в том же году, в 1741 году, английский посол проинформировал Астермана и Антона Ульриха о том, что, по сведениям английской разведки, Елизавета Петровна готовит дворцовый переворот. Однако добродушная, хорошая, добрая Анна Леопольдовна отказывалась в это верить и решила лично переговорить с Елизаветой Петровной. Такой разговор состоялся 23 ноября 1741 года. Причем регенша при малолетнем императоре Анна Леопольдовна выложила все, что знает о перехваченных англичанами сведениях. Елизавета Петровна все с гневом отрицала, объяснение закончилось слезами, объятиями, примирением. Однако, вернувшись домой, Елизавета Петровна собрала своих сторонников и было решено, что они на грани раскрытия их намерений и было решено осуществить дворцовый переворот уже на следующий день. Причем позднее выяснилось, что дворцовый переворот будет осуществлен в буквальном смысле в последний момент. То есть, на 25 ноября Анна Леопольдовна на всякий случай назначила вывод гвардии из столицы. То есть, если бы Елизавета Петровна промедлила вот один бы день, уже возможно ей не быть русской императрицей. Но, переворот совершился в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года. Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского гвардейского полка и обратилась со словами, которые остались. Эти слова. «Ребята, вы знаете, чья я дочь, идите за мной». Вот очень простые слова, но они подействовали. Гвардейцы в ответ рявкнули «Матушка, мы готовы, мы всех их убьем». Так что Елизавете Петровне пришлось даже успокаивать, говорить, что ничьей крови она не хочет. До Невского проспекта ехали на лошадях. Чтобы не привлекать внимания на центральной, на главной улице Петербурга, пошли по Невскому пешком. Причем Елизавета Петровна не могла идти быстро, мешала платье, которое было до земли. И тут вот гвардейцы подхватили Елизавету Петровну и буквально внесли в Зимний дворец. Так вот состоялся штурм Зимнего дворца в 1741 году. Правда, Зимний дворец тогда был другой. Было другое здание, которое было перпендикулярно расположено к нынешнему Зимнему дворцу. Охрана, которая увидела Елизавету Петровну, и которая к ней хорошо относилась, не стала как-то противодействовать вот такому вторжению во дворец. И произошел дворцовый переворот, опять же бескровный. 31 год новой российской императрицы. В числе первых преобразований она создает личную императорскую канцелярию, укрепляя свою личную власть. Вот в отличие от своей мамы Екатерины Первой, в отличие от последующих, она могла управлять Россией. То есть, если внешне она походила на маму, то умом Елизавета Петровна, в отца, и это укрепило центральную власть. То, что руководитель страны, глава государства, лично занимается всеми важнейшими, а не только самыми важными делами. Причем, вот все-таки одно качество женское у нее было. В качестве руководителя страны. Она была уговариваема. То есть, приходил советник, высококвалифицированный, она умела подбирать очень хороших специалистов, и в чем-то убеждал, и Елизавета Петровна соглашалась. Потом приходил другой советник, убеждал в другом, в противоположном подчас. Она выслушивала, соглашалась. Но она знала за собой это качество. Она не спешила. Как правило, по нескольку месяцев важные дела вот где-то лежали. Она постепенно сама обдумывала, говорила, что бумаги должны отлежаться, не спешила, и в конце концов принимала самостоятельное решение. Что касается Стромана, то он был арестован. Реально, она, императрица Елизавета Петровна, руководила важнейшими делами. Что касается фаворита, то он был, но отнюдь не играл такую роль, как, скажем, Берон, который реально руководил Россией при Анне Иоанновне. Избранником Елизаветы Петровны был Алексей Разумовский. Простой казак с Малороссии, с Украины, замечательным славиином голосом, который был замечен одним петербургским полковником и привезен в столицу. И есть даже сведения, что Елизавета Петровна и Алексей Разумовский тайно обвенчались в селе Перово, которое тогда было под Москвой. Но точно сказать об этом нельзя. Во всяком случае, они жили в гражданском браке. Это практически не скрывалось. Что касается Разумовского, то это был очень скромный, достойный человек, который не вмешивался в государственные дела, разве что покровительствовал Малороссии. Потом, уже в 50-е годы, будет у императрицы и молодой любимец Иван Шувалов, который уже влиял на государственную политику в большей степени. Так, по инициативе Ивана Шувалова, в 1753 году были отменены внутренние таможни в стране. Это было очень серьезное мероприятие, очень серьезная реформа, поскольку внутренние таможни мешали развитию торговли, развитию экономики. Давали деньги, но деньги можно было получить от большего, более быстрого роста экономики. Это было серьезное, даже смелое мероприятие, рыночное, если говорить современным языком. Также по совету Ивана Шувалова был создан Московский университет в 1755 году. В советское время говорили, что его создал Ломоносов. Ломоносов участвовал в создании программы деятельности Московского университета. Но реально все-таки основателем был Иван Шувалов. Просто в советское время не могли сказать, что реально это сделал царский фаворит. Скажу еще об одном важном для того времени ни одной смертной казни. Решившись на государственный, на дворцовый переворот, Елизавета Петровна дала обет Господу, что она никого не казнит, и она этот обет сдержала. Что касается высоких должностей, то она, в отличие от своих предшественников, стремилась назначать в первую очередь русских на такие должности. Нельзя не отметить и такую меру, как то, что она в 1760 году разрешила помещикам ссылать крестьян в Сибирь самим. Вот такое право было дано, которое углубило крепостничество в России. Елизавета Петровна покровительствовала наукам, художествам. При ней учрежден первый русский театр в 1756 году. Да и ее фаворит молодой Шувалов покровительствовал Ломоносову, и императрица покровительствовала, и, конечно, своеобразным замечательным памятником эпохи Елизаветы Петровны, замечательный большой дворец в царском селе, и новый зимний дворец в Петербурге, творение расстрелили. Причем в то время большой дворец в царском селе был отделан золотом, не покрашен, как сейчас, а отделан золотом. Эти замечательные творения остались от царствования Елизаветы Петровны. Когда она взошла на престол, шла русско-шведская война. В 1743 году Россия разгромила Швецию и получила часть территории Финляндии после этой победы. В 1756 году Елизавета Петровна вступила в семилетнюю войну на стороне Австрии против Пруссии. Причиной войны была агрессивность прусского короля Фридриха II. Правда, сама Елизавета Петровна называла и другие причины. Она говорила, что вступила в войну, поскольку Фридрих атеист, не живет с женой и коронован. Вот такие бывали причины начала военных действий. Но при этом сами военные действия все-таки складывались не худшим образом. Так Россия заняла Восточную Пруссию и даже в октябре 1760 года заняла Берлин. Между тем императрица болела, болела астмой, диабетом. У нее были эпилепсические припадки, которые она унаследовала у отца Петра I. Но все эти очень тяжелые физические мучения она переносила стойко с подлинным христианским смирением и даже говорила о том, что все эти страдания несравнимо легки по сравнению с ее грехами. Она почувствовала приближение смерти, исповедалась, причастилась, приказала прочесть себе отходную молитву, причем повторяла ее слова за священником, умерла 25 декабря 1761 года в Рождество Христово. Можно сказать, что императрица Елизавета Петровна была выдающимся человеком. В основном она реагировала на возникавшие потребности момента, советуясь с выбранными ею очень высококвалифицированными людьми, советниками. Она не проводила далеко идущие стратегические реформы, ее нельзя назвать реформатором, в отличие от ее отца. Ей был свойственен умеренный консерватизм, реализм. Она была осторожна, недоверчива, но при этом, располагая огромной властью, она не стала самодуром. Это был достойный в целом человек. И интересы дела, интересы России она ставила выше каких-то своих пристрастий, симпатий, антипатий. И в историю она вошла как патриотка православной России и царствование Елизаветы Петровны, одной из наиболее успешных и блистательных в русской истории. Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова